Доктор Дядя Миша Литературное чтение Виктор Драгунский Он живой и светится Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач Сейчас на пенсии А это мой друг, немецкая овчарка Алтай Он тоже с вами здоровается Сегодня к нам в гости придут друзья Вера и Фома Они брат и сестра Верочка учится в третьем классе А Фома в восьмом Он помогает сестренке в учебе А если вопрос сложный Мы стараемся разобраться вместе А вот и они Иду, иду! Сейчас открою! Здравствуйте, Михаил Гаврилович Добрый день, дядя Миша Приветствую вас, друзья мои Проходите! Спасибо, но... Мы бы с радостью А что случилось? Мы когда к вам шли, Леночку во дворе встретили Она там одна сидит Ее мама на работе задерживается А Леночка ключи дома забыла Ей грустно одной Так что же мы здесь в дверях стоим? Пойдемте к ней Правда? Ура! Отлично! Я как раз чай заварил Сейчас в термос налью Возьмем кружки и пирожки Сейчас я их только в бумагу заверну Вера, вот тебе сумка Складывай Еще теплые Фома, в шкафчике у меня кружки походные Возьми, пожалуйста, и положи в сумку Сейчас! Петя? Да! А Алтай с нами пойдет? Конечно! Так, пристегнули поводок Сумку собрали Я готов! Мы тоже! Тогда идемте! На улице солнышко! Хороший день сегодня! Теплый! А вон и Леночка! Леночка! Привет! Это мы! Привет! Здравствуйте! Здравствуй, Леночка! А вы, наверное, Михаил Гаврилович? Да! Мне ребята о вас рассказывали И про Алтая тоже Можно его погладить? Конечно! Какой хороший! Алтай заметил, что ты грустишь Давно маму ждешь? Да, она в больнице работает Хирургом Я позвонила Мне сказали, что у нее срочная операция О! Мы с твоей мамой, получается, коллеги! Да? Вы знакомы? Нет, но я когда-то хирургом работал, детским Оперировал, как и твоя мама Ребята, доставайте-ка чай, пирожки Давайте перекусим Давайте! Сейчас! Так! Держи, Леночка! Вот кружка и пирожок Спасибо! М-м-м! Вкусно! Михаил Гаврилович хорошо готовит Очень! А знаете, пока мы тут с вами сидим Я вспомнила один рассказ Очень хороший Я его в детстве читал Там мальчик тоже долго ждал свою маму Наверное, ты имеешь в виду рассказ Виктора Драгунского? Да! Там еще про Светлячка было А что это за рассказ? Я не слышала И я Можете рассказать? У нас книжка дома есть Я принесу, подождите Ямидам! Вот она! Спасибо, Фома Леночка, хочешь, мы тебе почитаем? Да! Можешь закрыть глаза И представить себе все, что услышишь Хорошо Прекрасно! Фома, начнешь? Да! Так! Однажды вечером Я сидел во дворе возле песка И ждал маму Она, наверное, задерживалась в институте Или в магазине Или, может быть, долго стояла на автобусной остановке Не знаю Только все родители нашего двора уже пришли И все ребята пошли с ними по домам И уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой А моей мамы все еще не было И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки И радио заиграло музыку И в небе задвигались темные облака Они были похожи на бородатых стариков И мне захотелось есть А мамы все не было И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть И ждет меня где-то на краю света Я бы моментально к ней побежал Аня опаздывал бы И не заставлял ее сидеть на песке и скучать Дениска, наверное, немного обиделся на свою маму Я его понимаю И что было дальше? В этот момент во двор вышел друг Дениски Мишка Дениска Здорово! Здорово! Ого! Это у тебя игрушечный самосвал? Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой? Нет Не дам Подарок Папа подарил перед отъездом Дениска не слушает Мишку Он смотрит на ворота Боится пропустить, когда придет мама Не дашь самосвал? Нет Давай меняться Я тебе коллекционные марки дам Одну Гватемалу И два Барбадоса Сравнил Барбадос с самосвалом Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг? Он у тебя лопнутый Ты его заклеишь А плавать где? В ванной? По вторникам? Ну, была не была Знай мою доброту На Он протягивает Дениске коробочку Тот открывает Внутри что-то светится Что это, Мишка? Что это такое? Это светлячок Что, хорош? Он живой, не думай Мишка, бери мой самосвал Хочешь? И как он хоть и близко на ладони А светит словно издалека Я не мог ровно дышать И я слышал, как стучит мое сердце И чуть-чуть кололо в носу Как будто хотелось плакать Ой, как вы хорошо читали Я как будто все своими глазами увидела А что такое светлячок? Это такое насекомое Маленький жучок Да, его тело действительно может светиться в темноте Таким образом он подает различные знаки своим сородичам Вот бы на него посмотреть Здесь во дворе мы его не найдем, к сожалению Я в телефоне могу найти ролик Сейчас Смотрите Я вижу множество светящихся жучков Какая красота Они плавно летят в сумерках Просто как в сказке Я понимаю, Дениску За такое чудо Никакого самосвала не жалко И правда, как в сказке Мамочка, ты пришла Как я тебя ждала Прости, солнышко Тяжелого больного привезли Нужно было срочно делать операцию Мамочка, я понимаю Я была не одна Со мной были Вера и Фома Михаил Гаврилович и Алтай Мы книжку читали И чай пили с пирожками Спасибо вам, Михаил Гаврилович Спасибо, ребята, что не оставили мою Леночку одну Не за что Нам было интересно всем вместе слушать рассказ Я очень рада А что за рассказ? Он живой и светится Писателя Виктора Драгунского А, я знаю, знаю Замечательный рассказ Ну что, Леночка, пойдем домой Мам, а можно мы рассказ дочитаем? Я так и не узнала Дождался ли Дениска свою маму И не ругала ли она его за то Что он самосвал на светлячка применял Я не против Может, тогда дочитаем рассказ вместе? С удовольствием Пришла мама И я очень обрадовался И мы пошли домой А когда стали пить чай с бубликами и брынзой Мама спросила Ну, как твой самосвал? Я, мама, променял его Интересно А на что? На светлячка Вот он в коробочке живет Погаси-ка свет И маму погасило свет И в комнате стало темно И мы стали вдвоем Смотреть на бледно-зеленую звездочку Потом мама зажгла свет Да Это волшебство Но все-таки Как ты решился отдать Такую ценную вещь, как самосвал За этого червячка? Я так долго ждал тебя И мне было так скучно А этот светлячок Он оказался лучше любого самосвала на свете А чем же именно он лучше? Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой И светится Удивительный мальчик Этот Дениска Видит красоту вокруг Да Мне кажется, он фантазер В таком хорошем смысле А Мишка Совсем другой Ищет свою выгоду И хочет любой ценой Получить понравившуюся ему Игрушку А светлячок для него Так, пустяк А мне Дениску было жалко Когда он был один во дворе Хорошо, что у него появился светлячок И как хорошо, что у Леночки Есть такие замечательные друзья Спасибо вам, ребята И вам, Михаил Гаврилович Не за что Мы уже пойдем Надо еще ужин приготовить Да, Леночка? Конечно, мамочка Спасибо вам за чай Пирожки И рассказ До свидания До свидания Я вот думал, когда читал Так хорошо этот рассказ написан Прямо как в настоящей жизни Это все потому Что мальчик Дениска Существовал на самом деле И его папа Писатель Виктор Драгунский Сочинял свои рассказы На основе тех историй Которые происходили С его собственным сыном Правда? Вот это да! Представьте себе А сам Дениска Когда вырос Тоже стал писателем Здорово! Надо будет его рассказы Тоже почитать Ну что же, доктор Мы, наверное, пойдем Скоро стемнеет Конечно, ребята Идите А мы с Алтаем Еще в парке погуляем До свидания! До свидания! Признайся, Алтай Это ты помог Леночке Увидеть рассказ С помощью возможной реальности Понимаю Конечно, я не сержусь А знаешь, о чем я подумал? Какие замечательные У нас друзья Вера и Фома Да Умеют дружить Не бросать в беде И помогать Согласен Очень нам с тобой повезло Неси Алтай Ошейник свой чудесный Вновь доктор Дядя Миша ждет гостей Нам предстоит Немало путешествий Вопросов, разговоров, новостей За столом Друзьям не тесно Разговор идет живой Будет в школе Интересно Вместе с Верой И Вамой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok